Танкисты, всем привет, всем хорошее настроение и как обычно, вашему вниманию я хочу предложить мега крутой реплей. Если сегодняшнее видео, которое вышло первым до этого, оно тоже про дамаг, про урон, про мега нагибучую ситуацию, но там бой был на ИСУ-152. Танкисты на 640, на 800 кидать гораздо проще, выдавать за раз такой дамаг, чем кидать на вот этом товарищи, на бульдоге, на танке тоже уровня номер 8 и тоже он против девяток. Гораздо сложнее кидать 200, сколько там, 225 дамага, вы представляете сколько нужно сделать выстрелов для того, чтобы сделать хотя бы примерно тот же дамаг, что можно сотворить на ИСУ-152. Но это как минимум 3 выстрела на 1 ИСУ-152, поэтому давайте понаслаждаемся этим реплеем. И, к слову, а нужен ли вам такой танк? Вот посмотрите, бульдог очень сложно играется в нынешнем современном рандоме, он картонный, да, он с хорошими осколочно-фугасными снарядами, да, у него есть засвет, но у него нету толком пробития ББшкой, у него нет, естественно, брони. Но у него есть подвижность, у него есть углы склонения орудия, у него есть какой-никакой ДПМ, это все, конечно, не занимает. Но попробуй реализовать это все, ведь на это тоже нужна голова и тем более уж руки. И давайте смотрим, наш герой выезжает на привычную позицию для засвета, на которой я обычно получаю со всех сторон. От чажей, которые уже успевают проехать в город, от ПТ-САУ, которые занимают позицию за, так скажем, за середину этой карты, ну и, естественно, от легких и средних танков, которые уже свалили в город, в разрушенный за спиной нашего танкиста. Ну и смотрим, что, в принципе, наша команда, она не особо готова стрелять, она не особо вообще, в принципе, готова что-либо предпринимать, потому что на центре только наш бульдог. Что делают остальные, где они вообще есть, непонятно. И, что круто у легкого танка, естественно, это его засвет и его маскировка. Как вы все знаете, наверное, ну, возможно, для кого-то я открою Америку, что маскировка не падает с движением у легкого танка. То есть вы можете бегать по всей карте, и она будет прежней, как, например, и без движения. Да, после выстрела она, конечно же, падает, но в движении остается той же и просто врывается, не боясь ничего, врывается здесь на большинство танков противников, потому что понимает, что как бы что-то нужно сделать, особо стояло, но ты здесь не вытащишь дело. И К-91, который не попадает, вот, по всей видимости, у него, может быть, углов склонения орудия не хватает, может быть, он просто решил промахнуться. Ну и смотрите, вот о чем я говорю про Альфу, наш герой стреляет по КД, ну, то есть там вроде одно или парочку было непопаданий, но все равно с начала боя он стреляет, и всего 1828, то есть примерно он сделал выстрелов 9-10, и особо без дамага. То есть, ну, теперь имейте представление, насколько сложно наносить дамаг на бульдоги. Знающие парни, знающие танкисты, конечно же, будут нагибать на нем, пользоваться его преимуществами. Им особо не нужно объяснять, как на нем катать, что нужно сделать. Используйте танк по его прямому назначению. Ну, вот смотрите, вот парочка фугасов, ну, сейчас везет, что К-91 не заряжает фугас, насколько я могу судить, судя по звуку, если бы он, да, он не заряжает фугас, по всей видимости, судя по звуку, с которым влетают снарядики, это были не фугасы ББшки, я могу ошибаться. Ну, вот и видите, один барабанчик, ну и один до этого произведенный выстрел нашего героя, все, ХП нет. 1325 ХП для уровня номер 8. Это жесть, это как мало. Это просто ужас. И у нас остается 85 ХП, а еще фульный торт. И еще мы не видели СУ-122-54, после того, как она въехала в город, след ее простыл. А, ну вот, она, собственно, появилась уже на противоположной, можно сказать, на противоположной части города. И кто у нас? У нас союзники там. Тоже торт, вафли, из-возь, все девятки. То есть мы, наверное, должны как-то рассчитывать на их помощь, на их поддержку. Но нет, торт решает одуплиться, например. Я не знаю, сделал он, выстрел хоть один или нет. Здесь у торта врага стреляться, и нужно каким-то образом объезжать, стараться обходить его с другой стороны. Но на данный момент он уже откодешился, поэтому вылезать, ну, естественно, не стоит. Тут у торта отличное орудие, там даже есть где-то угу склонения орудия. Нужно, чтобы вафли подставилась, либо развести на выстрел. Ага, с правой стороны сушка, торт засветил. Ну, сушка хорошо, что они смотрят. И она забирает ИСа-8, который стоял, торговал лицом. Я не знаю, как они одупляются. Ну и все, нам дали шанс въехать торту. Ах, рискованно, блин, это ужас какой-то. О, господи. То есть, с одной стороны, блин, чуть ли торт нас не забирает. С другой стороны, пролетает, блин, над ухом снаряд СУ-122-54. И вот обратите внимание, в снайперском прицеле, каким цветом выглядит торт. Даже под небольшим доворотом борт выглядит таким вот, почти что красным. И заканчиваются ББшки. И тут просто нужно, блин, спасаться местом. СУ-122-54 не самый медленный танк, который, в принципе, может нас догнать и очень сильно поднасолить, поднасрать, мягко говоря. Но он делает, возможно, свою ошибку, потому что не продолжает погоню за нашим героем. Господи, Вафли, ты будешь пробивать? Ты будешь попадать? Что? И Вафли отправляется в ангар. Смотрите, торт отправляется туда же за нашим героем. Но здесь вот опаснейшая ДПМная сушка. А что нужно сделать? Нужно поставить его на каток, возможно. Возможно, нужно выбить ремку. Но вот в этой ситуации, я даже не знаю. У СУ-122-54 великолепная маскировка. Если он разорвает дистанцию, он уйдет при этом из-за света. Вот как сейчас произошло. Но он может даже героя перехитрить. Но здесь, возможно, нужно объезжать. Ну, в общем, любыми путями нужно тащить. Если это не делает команда, пробуйте делать это вы. 5000 уже настреляно. 5 косарей против 9. С 85 хп. Насколько это сложно? Ну, та ситуация с Тартом, конечно, нашему герою так хорошенечко нервы подизносила. Потому что я после этого бы, наверное, вообще не смог понимать, что происходит в бою. Но удача на минуточку повернулась в сторону нашего героя. И Сушка, смотрите, какая она хитрая. Она объезжает с другой стороны. Возможно, хочет провернуть то же самое. Но сейчас все-таки это ПТ-шка. Все-таки это не самая, так скажем, маневренная ПТ-шка. И посмотрите, господи, как это возможно. Это просто какой-то трыдец. И ты фугасами зачем ты стреляешь? Ну, чтобы возможно, наверняка поставить на каток. Это просто была жесть. Это просто была жесть. Но бой реально красивый. Он реально потный. И он заслуживает внимания. Он заслуживает то, чтобы вы его ценили. Написали комментарий на этот счет. Чувак, если у тебя настолько круто получается играть на Бульдоге, тебе открыты, походу, все танки в этой игре. 1700 опыта чистейшего. 5500 настреляно. И посмотрите на красавцев. Т-34, который должен был отлично отыгрывать центр карты за счет своих углов стояний орудий. И крепчайще в башке не делают ни хрена. Торт, который доживает до конца боя. И вздыхает с уроном в 670. Е50. Это все танки в топе списка. Е50, Торт. 678 дамага. Ну, о чем мы можем говорить, да, с вами? Шершин. Тоже малоэффективен был в этом бою. Вафелька. 46% тоже так себе помощник. Поэтому никогда в жизни не рассчитывайте на помощь своих тиммейтов. Считайте, что вы всегда один. Так вам будет проще. Я вас уверяю. И Сушка, которая осталась с нами 1 на 1, имеет 50% побед. Вот такой реплей, танкисты. Оцените его по достоинству. Потому что, ну, это реально крутой бой. Спасибо тебе, что ты прислал этот реплей. Ну, это правда. Это мега крутейший бой. Все, танкисты. Всем спасибо. Всем пока-пока. Хорошее настроение.